антон павлович чехов юмористические рассказы сборник за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь пробило 12 часов дня и майор челколобов обладатель тысячи десятин земли и молоденькой жены высунул свою пляшевую голову из-под сицевого одеяла и громко выругался вчера проходя мимо беседки он слышал как молодая жена его майорша каролина карловна более чем милостиво беседовала со своим приезжим кузеном называла своего супруга майора челколобова бараном и с женским легкомыслием доказывала что она своего мужа не любила не любит и любить не будет за его челколобова тупоумие мужицкие манеры и наклонность к умопомешательству и хроническому пьянству такое отношение жены поразило возмутило и привело в сильнейшее негодование майора он не спал целую ночь и целое утро в голове у него кипела непривычная работа лицо горело и было краснее вареного рака кулаки судорожно сжимались а в груди происходила такая возня и стукотня какой майор и под карсом не видал и не слыхал выглянув из-под одеяла на свет божий и выругавшись он спрыгнул с кровати и потрясая кулаками зашагал по комнате эй болваны крикнул он затрещала дверь и пред лицо майора предстал его камердинер коафер и поломойка пантелей водежонки с барского плеча и щенком под мышкой он уперся о косяк двери и почтительно замигал глазами послушай пантелей начал майор я хочу с тобой поговорить по-человечески как с человеком откровенно стой ровней выпусти из кулака мух вот так будешь ли ты отвечать мне откровенно от глубины души или нет буду с не смотри на меня с таким удивлением на господ нельзя смотреть с удивлением закрой рот какой же ты бык братец не знаешь как нужно вести себя в моем присутствии отвечай мне прямо без запинки колотишь ли ты свою жену или нет пантелей закрыл рот рукою и приглупо ухмыльнулся коженный вторник ваше высокоблагородие пробормотал он и захихекал очень хорошо чего ты смеешься над этим шутить нельзя закрой рот не чешись при мне я этого не люблю майор подумал я полагаю братец что не один только мужик наказывает своих жен как ты думаешь относительно этого не одни ваша ве пример в городе есть судья петр иванович изволите знать я у них годов десять тому назад в дворниках состоял славный барин в одно слово то есть а как под выпивши то бережись бывало как придут под выпивши то и начнут кулачищем бог барыню подсаживать чтоб не провалиться на этом самом месте коли не верите да и меня за компанию не с того не сего бог бывало саданут бьют барыню да и говорят ты говорят дура меня не любишь так я тебя говорят за это убить желаю и твоей жизни предел положить ну а она что простите говорит но ей богу да это отлично и и майор от удовольствия потер себе руки истинная правда ваше вье да как и не бить ваше вье вот например моя как не побить гармонийку ногой раздавила да барские пирожки поела не что это возможно да ты болван не рассуждай чего рассуждаешь ведь умного ничего не сумеешь сказать не берись не за свое дело что бариня делает спят ну что будет то будет поди скажи мария чтобы разбудила барыню и просила ее ко мне постой как на твой взгляд я похож на мужика зачем вам походить ваше вье откуда это видно что барин на мужика похож был и вовсе нет пантелей пожал плечами дверь опять затрещала и он вышел а майор с озабоченной миной на лице начал умываться и одеваться душенька сказал одевшийся майор самым что ни на есть разъехи ствен ным тоном вошедший к нему хорошенькой двадцатилетний майор ши не можешь ли ты уделить мне часок из твоего столь полезного для нас времени с удовольствием мой друг ответила майорша и подставила свой лоб к губам майора я душенька хочу погулять по озеру покататься не можешь ли ты из своей прелестной особы составить мне приятнейшую компанию а не жарко ли будет впрочем изволь папочка я с удовольствием ты будешь грести а я рулем править не взять ли нам с собой закусок я ужасно есть хочу я уже взял закуску ответил майор и ощупал в своем кармане плетку через полчаса после этого разговора майор и майорша плыли на лодке к середине озера майор потел над веслами а майорша управляла рулем какова какова бормотал майор сверяпа поглядывая на замечтавшуюся жену и горя и горя от нетерпения стой забасил он когда лодка достигла середины лодка остановилась у майора побагровела физиономия и затряслись поджилки что с тобой а полуша спросила майорша с удивлением глядя на мужа так я забарматал он баран так я я кто я так я тупоумен так ты меня не любила и любить не будешь так ты я майор зарычал простер вверх длани потряс в воздухе плетью и в лодке от им пора у морис поднялась страшная возня такая возня какую не только описать но и вообразить едва ли возможно произошло то чего не в состоянии изобразить даже художник побывавший в италии и обладающий самым пылким воображением не успел майор щелколобов почувствовать отсутствие растительности на голове своей не успела майорша воспользоваться вырванной из рук супруга плетью как перевернулась лодка и в это время на берегу озера прогуливался бывший ключик майора а ныне волосной писарь иван павлович и в ожидании того блаженного времени когда деревенские молодухи выйдут на озеро купаться посвистывал покуривал и размышлял о цели своей прогулки вдруг он услышал раздирающий душу крик в этом крике он узнал голос своих бывших господ помогите кричал майор и майорша писарь недолго думая сбросил с себя пиджак брюки и сапоги перекрестился трижды и поплыл на помощь к середине озера плавал он лучше чем писал и разбирал писанное а потому через какие-нибудь три минуты был уже возле погибавших иван павлович подплыл к погибавшим и стал в тупик кого спасать подумал вот черти двоих спасать ему было совсем не под силу для него достаточно было и одного он скорчил на лице свою гримасу выражавшую величайшее недоумение и начал хвататься то за майора то за майоршу кто-нибудь один сказал он обоих вас куда мне взять что я кашалот что ли ваня голубчик спаси меня пропищала дрожайшая майорша держась за фалду майора меня спаси если меня спасешь что я выйду за тебя замуж клянусь всем всем для меня святым а я я утопаю иван иван павлович по-рыцарски того забасил захлебываясь майор спаси братец рубль на водку будь отцом благодетелем не дай погибнуть в отсвете лет а золочу с ног до головы да ну же спасай какое же ты право женюсь на твоей сестре марии ей богу женюсь она у тебя красавица майорша не спасать черт с ней не спасай меня не спасешь меня убью жить не позволю у ивана павловича закружилась голова и он чуть чуть не пошел ко дну оба обещания казались ему одинаково выгодными одно другого лучше что выбирать а время не терпит спасу к обоих порешил он с двоих получать лучше чем с одного вот это так ей богу бог не выдаст свинья не съест господи благослови иван павлович перекрестился схватил под руку под правую руку майоршу а указательным пальцем той же руки за галстук майора и поплыл кряхтя к берегу ногами болтайте командовал он гребя левой рукой и мечтая о своей блестящей будущности барыня жена майор зять шик гуляй ваня вот тогда когда пирожных наемся да дорогие цигары курить будем слава тебе господи трудно было ивану павловичу тянуть одной рукой двойную ношу и плыть против ветра но мысль о блестящей будущей поддержала его он улыбаясь и хихикает счастья доставил майора и майоршу на сушу велика была его радость но увидев майора и майоршу дружно вцепившись а друг в друга он вдруг побледнел ударил себя кулаком по лбу зарыдал и не обратил внимание на девок которые вылезшие из воды густою толпой окружали майора и майоршу и с удивлением посматривали на храброго писаря на другой день иван павлович по проискам майора был удален из волосного правления а майорша изгнала из своих апартаментов марью с приказом отправляться ей к своему милому барину о люди люди слух произносил иван павлович гуляя по берегу рокового пруда что же благодарностью вы именуете и